Для гостей праздника была подготовлена насыщенная культурная программа в рамках первого международного литературно-музыкального фестиваля имени Александра Сергеевича Пушкина. Зафункционирует в ближайшее время детский центр творчества, туристко-информационный центр, парковка. Глава района обещал в этом году найти инвесторов по строительству мини-отеля. Поэтому все здесь делается для того, чтобы это место было культурной, исторической и духовной доминантой Московской области. Глава Денцовского района Андрей Иванов также принял участие в народных гуляниях. Осматривая старинные окрестности, он посетил церковь преображения Господня и даже попробовал себя в роли звонаря. В этот день, гуляя по зеленым и цветущим аллеям музея-заповедника, можно было бы повстречать героев из произведений великого поэта. Здесь все словно в сказке. Глядя на ряженных персонажей, сразу вспоминаются знакомые с детства строчки. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, три девицы под окном пряли поздно вечерком. Карнавал продолжился выступлением джазового ансамбля. Для самых маленьких гостей праздника открылась чайная Арина Родионовна с ватрушками и самоваром. Кроме того, все желающие смогли посетить экскурсии по залам дворца, а также поэтические чтения. Возле памятника поэту открылась выставка рисунков. Своя работа на пушкинскую тематику представили дети со всей России. По замыслу организаторов, каждый посетитель детского вернисажа мог забрать приглянувшуюся работу на память. Вот эти рисунки, которые вывешены сейчас на интерактивных площадках, рисунки детей, сзади можно посмотреть адреса, и каждый желающий может связаться с ребенком и даже сделать ему какой-то подарок. Впечатлений масса от того, что все сделано с большим изяществом и с большой выдумкой, но самое главное, сделано с душой. Ближе к вечеру всех гостей пригласили к главной сцене, где прошла церемония закрытия 12-й международной олимпиады по русскому языку. Она была организована на базе Московского института имени Пушкина. Победителями стали школьники из Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы и Кыргызстана. В качестве приза они получили документы на право бесплатного обучения в российских вузах. Мне кажется, до этого 11 олимпиад, проходящих ни в Подмосковье, и финал, проходящий ни в Пушкинском музее-заповеднике, это неправильно. И я хотел бы предложить идею, все следующие финалы Олимпиады по русскому языку проводить здесь, в Пушкинском музее-заповеднике. Кто за? Первый международный Пушкинский фестиваль продолжился концертом с участием звезд эстрады, артистов Большого и Мариинского театров, а также Московской государственной консерватории имени Чайковского. Екатерина Старосветская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.